Привет! Игра FNAF 8 VR наконец-то появилась в Стиме и в PlayStation Store, а также стало известно описание всех режимов игры и куча новых и очень интересных скриншотов, которые я покажу тебе прямо сейчас. Это канал FNAF Play, а я медвежонок Фредди. Ставь лайк прямо сейчас, если ты рад, что новый FNAF появился в Стиме. А я хочу начать с того, что официальная дата релиза игры всё-таки 21 мая, и тут Скотт уже не сможет затроллить своих фанатов и выпустить игру раньше, так как игра выйдет не только в Стиме, но и на PS4, и как-то сменить дату выхода уже просто нереально. А сейчас мы посмотрим на описание игры и всех её режимов. 5 ночей среди VR Help Wanted – это коллекция классических и оригинальных мини-игр во вселенной FNAF. Тебе предстоит пережить страшные встречи с аниматрониками-убийцами в коллекции новых и классических ночей FNAF, где фантазия и веселье оживают. Далее, как я понял, описываются 4 разных режима игры. Первый режим называется «Вы наняты». Здесь тебе придётся испачкать руки во время ремонта вентиляции и настоящих аниматроников, которые могут включиться в любой момент и напугать тебя. Второй режим называется «Праздник». В нём ты будешь противостоять своим любимым аниматроникам-убийцам, среди которых будут Фредди, Бонни, Чика, Фокси, Спринтрап, Мангл, Фантайм Фокси и Бэйби. Третий режим «Весёлые-весёлые призы». В нём будут обычные и мягкие игрушки, а также много конфет. Открывай супер-весёлые призы, с которыми ты можешь играть в призовом уголке. Найди все спрятанные фас-монеты, чтобы разблокировать много редких предметов и получить ещё больше веселья. И четвёртый режим «Вечеринка в пиццерии». Здесь будут привычные нам сцены из классических игр ФНАФ, которые были полностью обновлены и переделаны для полного погружения в VR-опыт. В игре будет первая, вторая, третья, четвёртая части ФНАФ, а также Систер Локэйшн. В общем, судя по описанию, игра будет действительно огромная, так как в ней будет не только пять частей оригинального ФНАФа, но и много абсолютно новых режимов, которых раньше не было. Начнём с первого режима, в котором, судя по названию, нас нанимают в качестве техника, который будет чинить не только аниматроников, но и вентиляцию. В этом режиме будут свои секреты, и это можно заметить по новым скриншотам. Здесь сразу видно, что над игрой работал сам Скотт, так как на лице Фредди хорошо виден отпечаток руки, а во рту застряла детская кепка. А также внутри костюма Фредди можно заметить красный кроссовок, что означает, что внутри аниматроника было тело ребёнка. На теле аниматроника Фокси видно несколько одинаковых микросхем, с плюсом и минусом. Возможно, их как-то нужно будет активировать, и это будет что-то вроде головоломки. Если сделать что-то не так, то будет скример. Ещё в описании было сказано, что мы будем чинить вентиляцию, и как раз на этом новом скриншоте виден момент с мангл в вентиляции, которая, скорее всего, будет мешать нам в выполнении работы. Это действительно интересный режим, хотя подобное было в Систер Локэйшн, где мы разбирали Фантайм Фредди и Бэйби. Но на этот раз всё будет в виртуальной реальности. Второй режим – праздник. Как я думаю, будет чем-то вроде игры в прятки с аниматрониками. По трейлеру видно, что Бэйби заметила, как главный герой прячется в шкафу. Возможно, здесь будет что-то типа выживания, и нужно будет добраться до определённого места, избегая встречи с аниматрониками и попутно прячась в различных местах, например, в шкафу или под кроватью. Пока точно неизвестно, что именно нужно будет делать в этом режиме, поэтому я жду твои варианты в комментариях под этим видео. Третий режим больше похож на отдельный магазин, где мы сможем покупать различные интересные коллекционные предметы за специальные фас-монеты, которые, скорее всего, нужно будет находить в разных режимах игры. И зная Скотта, наверняка эти монеты будут спрятаны очень хорошо. То есть, по сути, скупив все возможные предметы в призовом уголке, у нас будет целая игровая комната с весёлыми игрушками, и это реально круто. И, конечно, четвёртый режим – это то самое, ради чего стоит сыграть во ФНАФ 8 VR, так как это как раз сборник тех самых игр ФНАФ, которые мы все любим и помним. Даже не верится, что мы снова сможем пройти целых 5 частей ФНАФ, да ещё и с новой офигенной графикой, и ещё и в виртуальной реальности. Такого от Скотта точно никто не ожидал. Поэтому лично я считаю, что эта игра станет лучшей из всей серии игр ФНАФ. К тому же над этой игрой Скотт работал не один, а с целой командой разработчиков. В общем, друзья, ждать осталось недолго, и ФНАФ снова вернётся, причём таким, каким мы его никогда не видели. Если ты рад этой новости и хочешь поскорее увидеть видео по ФНАФ 8 VR на моём канале, то прямо сейчас ставь лайк этому видео, чтобы я знал, что именно ты любишь ФНАФ и ждёшь новую игру так же, как жду её я. А сейчас всем удачи и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!